Встреча с друзьями, прогулки, развлечения и отдых от учебы. За это любят летние каникулы школьники и студенты. Давайте вместе вспомним, каким было это время. Лето начинается с праздника – Дня защиты детей. Более 130 спортсменов из четырех регионов, ребят, которые точно могут постоять за себя и своих близких, встретились в подосинках на турнире по греко-римской борьбе, посвященному этому празднику. Затем юных спортсменов, профессионалов и любителей из нашего округа, а также гостей из других муниципалитетов ждала целая череда самых разных мероприятий. В их числе традиционный Яхромский веломарафон и Кубок главы Дмитровского городского округа по футболу. Кроме того, прошли крупные состязания по зимним дисциплинам, первенство региона по санному спорту и хоккейный турнир Дмитров Кап. Наиболее масштабным, ярким и долгожданным событием, безусловно, стало празднование Дня физкультурника, объединившее тысячи участников. Основные торжества развернулись в Дмитрове и Яхроме. Сегодня мы поподнимали гири, 8 килограмм, далее мы будем играть в баскетбол, нам все очень нравится, тут очень много развлечений, поэтому... Очень атмосферно. Это клево. Все виды спорта это клево. Мы приглашаем на легкую атлетику. Первый раз участвовали в таком соревновании, полны положительных эмоций, многие отказываются уходить отсюда, потому что они забиты, поэтому всем спорт, всем с семьей заниматься спортом, посещать такие мероприятия, испытывать положительные эмоции. Я участвовала в беге на 60 метров, прыжках на скакалке и в дартсе. И в дартсе я заняла первое место, в прыжках на скакалке второе место. Я очень рада, было очень волнительно, так как конкуренция была в этом году, прям серьезная. Мне очень понравилось, было очень интересно, и я очень рада, что пришла сюда. Каникулы – время не только отдохнуть, но и узнать что-то новое. В отличие от школьных будней с учебниками и домашними заданиями, которые для многих детей кажутся скучными, в летних лагерях для любознательных мальчиков и девочек подготовили увлекательные программы. Например, юные посетители ремесленной слободы Глушенковых могли буквально окунуться в историю, попробовав себя в древних промыслах и в игре на старинных музыкальных инструментах. В музее-заповеднике Дмитровский Кремль проходили разнообразные мастер-классы и интерактивные лекции, а в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке сделали упор на новые технологии. Компьютерная грамотность – это всегда нужно в любой работе, это всегда понадобится. И вот я прям люблю, полюбиваю работать с компьютером, потому что это интересно и очень занимательно. Мы занимались программированием по Майнкрафту, мне очень нравится. Тут очень интересно, тут есть много книг, и все очень интересные. Мне очень нравится этот лагерь, тут есть разные, очень много игр на столе, в которые можно поиграть. Тут как бы не заскучаешь. Для ребят постарше немало занимательного и интересного подготовили сотрудники комплексного молодежного центра «Сфера» и его филиалов. Здесь подростки могли весело провести время с друзьями на играх и квестах, сделать родной город чище и заработать, поучаствовав в ежегодной акции «Лето добрых дел», а также научиться полезным навыкам у профессионального психолога. В этом году я поступила в Дмитровский институт неправильного образования. Я думаю, что психологические тренинги в будущем помогут мне наладить отношения с ребятами в группе, новые знакомства завести. Я думаю, эти тренинги нужны, помогают расслабиться, понять себя, как коммуницировать. На этих тренингах мы учимся. На лето приходится немало праздников, в том числе День молодежи. Его с зажигательными песнями и танцами, а также веселыми конкурсами отметили в Яхраме. Самое интересное здесь, когда люди поют, и ты прям понимаешь, что это душу прям смотрят люди тебе и поют, очень красиво поют. Мне понравилось, когда был конкурс фото, мы фоткались, и у кого было лучше фото, тот получил призы, да. Выиграли что-нибудь, нет? Мы не выиграли, но очень было интересно поучаствовать. В последние дни лета юных жителей и гостей округа ожидало сразу два масштабных события. В учреждениях культуры региона состоялся Единый день открытых дверей, в рамках которого творческие коллективы и объединения показали свое мастерство, а талантливые, энергичные и креативные ребята смогли присоединиться к команде единомышленников. В это же время Дмитров отпраздновал 870-летие. В честь знаменательной даты в городе организовали немало мероприятий. Особенно запоминающимися стали историческая реконструкция, выступления артистов театра «Геликон опера» и шоу, которые подарили приглашенные диджеи. Встреченка как настроение? Отличное! Настроение супер! Очень ждала этого дня, очень рада, что я сюда пришла. С днем рождения, Дмитров! Я хотела бы пожелать, чтобы он дальше расцветал, чтобы все так же было хорошо и люди оставались такими же добродушными. Пусть наступившая осень станет не менее красочной и принесет еще больше положительных впечатлений. Субтитры создавал DimaTorzok